Привет, сейчас я буду делать Pocket Tracer 10.2.3.5. Здесь у нас настройка протоколов syslog и ntp. Логирование, этот протокол будет делать так, что у нас на сервере, как раз вот я зашел в этот сервер syslog, здесь название закрыто, но это он. Открываю сервисы, syslog, включаю его, здесь у нас будут появляться события с тех сетей, которые мы для этого специально настроим, а мы для этого настроим r1, s1 и s2, ну то есть все сети, которые подключены к s1 и к s2. Начнем, мы включили syslog, я его закреплю сверху, чтобы он не пропадал, и давайте настраивать, делать то, что нас просят. Сначала нам нужно включить логирование на трех устройствах, это r1, s1 и s2, вот этой командой, то есть мы указываем устройство, ip-адрес устройства, на которое у нас будет отправляться то, что будет происходить на устройствах. По порядку сейчас все настрою, r1, enable, configure-terminal и вставляю эту команду. Также делаю на s1 и s2. Командная строка, enable, configure-terminal, paste. Все, мы настроили все три устройства нужных на логирование. Теперь давайте делать что-либо, чтобы у нас появлялись здесь данные. Сначала нас просят выключить, включить и выключить интерфейс loopback 0. Открываем r1, интерфейс loopback 0. Мы в него зашли, он сразу включился и давайте его выключим. Командой shutdown. И вот мы видим нашу информацию. Давайте можно попробовать растянуть. Ну, в общем, вот информация указана на каком устройстве, в какое время, что произошло. Времени пока что нету, потому что мы не настроили еще НТП. Мы его настроим и у нас будет время. Также нас просят включить и выключить pk1, pk2, чтобы удостовериться, что устройства, связанные с устройствами, которые мы настроили, тоже отправляют сюда сведения. Выключаем наш компьютер. Вот у нас кнопочка. Открываем pk, физическая вкладка и здесь наш компьютер. Включаем, выключаем точнее и включаем. Вот наша информация уже из другой сети. Также pk2 делаем, выключаем, выключаем. Все, тоже информация появилась. Думаю, это все понятно. Изучить события и отвечать на вопросы в pdf файле, которые откроете в Adobe Acrobat Reader, если эти вопросы есть. Теперь нам нужно включить службу меток времени для журнала событий на комбутаторах S1 и S2. Вот у нас команда дана. Копируем ее. Находим на S1 и то же самое на S2. S1, paste и на S2 то же самое. Сейчас все. Ввели эту команду. Теперь у нас должно появляться время, когда мы настроим службу НТП. Сначала ее нужно включить. Входим в сервер, сервер РТП, НТП, сервисы, НТП и включаем его. Все, мы его включили. Больше ничего здесь трогать не надо. Закрываем наш сервер и вот. Дальше нам нужно настроить НТП сервер на всех устройствах. Точнее, на R1 нас просят его настроить. Не на всех пока что. Копируем команду. Ctrl-C. Открываем R1. Командная строка. Enable. Ой, не надо. Лучше выйдем обратно в конфиг. И здесь ставим эту команду. Все, мы задали сервер НТП. Давайте проверим время. Do show clock. У нас пока что не обновилось. Давайте попробуем команду еще раз. Нажмем вот эту вот кнопку, чтобы все события завершились. И выполним еще раз. Так, она у нас почему-то не настраивается. Ну-ка, давайте проверим, какое тут время. Сервисы. НТП. Нет, здесь у нас время. Дата и время правильные. А на R1 они почему-то не успели пока что границы. Ну, будем считать, что они сами досохранятся, так как так и должно быть. То есть оно через какое-то время обновит эту информацию из сервера. Давайте делать дальше. Теперь опять же включаем службу меток времени такой же командой, только уже на R1. Вставляю команду. Включаю службу меток времени. И давайте теперь проверим записи с метками. Сделаем, например, то же самое. Отключим интерфейс. Интерфейс. Shuntdown. No shuntdown. Вот у нас появилась информация с временем. Время пока что еще не обновилось, но оно обновится тогда, когда с сервера перейдет на R1. Тогда у нас здесь появится правильное время. Так как у нас сервер НТП включен, и через какое-то время R1 обновится. На этом все. Также можно подключать на коммутаторах что-то или на компьютерах. Давайте, например, компьютер включим, выключим еще раз. Какой-то один включили, выключили. Все. Время у нас есть. Тоже пока что времени не пришло, но оно со временем должно обновиться время. А на этом все. У нас 100 баллов из 100. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok